Мы должны действовать в интересах народа Украины. В интересах народа Украины на сегодня это не проводить выборы в Донбассе, поддаваясь на давление Путина или кого бы то ни было. Выборы на Донбассе под дулами российских автоматов это будут фейковые выборы. Они не будут отражать реальное настроение жителей Донбасса. Это будет очередная раковая опухоль, внедренная в тело Украины. Ну а Конституция? Изменения в Конституции нужно принимать? На сегодняшний момент я не вижу в зале Верховной Рады 300 голосов, необходимых для утверждения Конституции фразы про особый статус Донбасса. Хотя могу вам также сказать, что лица, которые еродствуют и говорят неправду, людям говорят, что такой статус недопустим, они говорят неправду, потому что в нашей Конституции уже указан особый статус города Киева и города Севастополя. И понятие особого статуса не противоречит понятию государственности. Могу также сказать пример, что Великобритания много лет удерживала Ирландию. Однако после восстания в Ирландии в 1916-20-х годах она была вынуждена предоставить ей сначала статус Доминиона, а затем, так сказать, дать независимость, кроме Северной Ирландии. То есть я хочу сказать, в истории было много разных примеров ситуаций, выхода из них. Но каждый случай уникален. Например, у Великобритании там было реальное освободительное движение ирландцев, которые воевали с оружием в руках против британского господства. У нас же не было реальных оснований для того, чтобы было вооруженное восстание на Донбассе. Оно было полностью организовано, эспирированное российскими спецслужбами и Путиным. Продолжение следует... Продолжение следует...